Добрый вечер, уважаемые друзья и гости. С кем-то мы знакомы, с кем-то нет. Меня Алхаз зовут, Джолия Фамилия. Я представитель инициативной группы был и сейчас работаю в штабе. Адгура Амиранч Ардзенба, кандидата в президенты Республики Абхазия. Сегодня мы с вами собрались обсудить некоторые вопросы, касающиеся социальной сферы, каких-то планов по изменению в этой сфере, надежд на изменения. И давайте мы это обсудим и, думаю, вынесем какое-то рациональное зерно, может быть, если получится. Могу сказать, что каждый вечер идет работа над программой. Не может один, два, три человека разработать программу, которая касается всего. И могу сказать, что, например, мои предложения в этом штабе услышаны были. Какие-то известные мне проблемы из пути решения были услышаны. Может быть, их недостаточно. Мы озвучиваем в плане донесения способов решения, донаселения, самое интересное для наших людей. Но, думаю, и вот наша передача в этом формате поможет нам раскрыть. Алхаз, в Абхазии острая проблема – это для людей с ограниченными возможностями доступность, проблема с доступностью. И у нас в Сухуми частично город доступен для людей с ограниченными возможностями. Но по всей Абхазии ситуация очень плачевная. Купив квартиру, городе Сухум, я предусмотрел пандус к своей квартире и тем самым создал себе доступную среду. А дальше я столкнулся с проблемой – это тротуар, привлекающий к моему пандусу, к моему дому. Начал обращаться в разные учреждения, чтобы поддержали и сделали тротуар. Но пришлось делать самому, да. И поддержали все соседи, тем самым мы привели в порядок весь квартал. Ответ тут очевидный. То, что ты делал это сам, это не годится. Надо вкладывать не то, что огромные средства в переделку тротуаров. Тогда это одна сторона очевидная. Да, надо вкладывать, изменить требования к строителям, к благоустроителям столицы, городов и так далее. Но самая главная проблема – это информированность населения. сами инвалиды не знают, что это возможно. Они этого не знают, им этого никто толком не доносит. Это же не только сам инвалид, это еще и его семья, его близкие. Это достаточно большой круг людей, который может потребовать изменить, если эти правила нуждаются в изменении, те же строительные и так далее. Вот в этой информированности вижу большую проблему, даже чем в затратах. Но это, что надо делать, это даже не обсуждается. Эти вещи должны быть систематизированы. Вот что хочу сказать. И думаю, что то, что мы доносили, объясняли, обсуждали неоднократно, социальный блок в программе предвыборной, я уверен, это все будет, если не исполнено за пятилетний срок, это и не может быть все сразу исполнено. Но большая часть вот этой информированности, планирования каких-то первых шагов, наш кандидат, который, я надеюсь, станет президентом, первые шаги необходимые, государственные шаги в этом плане предпримет. Что касается пенсии, мы приняли в конце прошлого года закон о добавке к пенсиям отдельных категорий пенсионеров, в том числе инвалидов с детства, то 16 лет, после 16, там минимум 2,5 тысяч. Теперь регистрацию надо проявить. Конечно, регистрация – это первая беда в пенсионной реформе. Не реформе даже, а вот в сегодняшнем положении дел. Я бы не назвал реформой, когда ты строишь здание по-новому. Перестраивать старое здание уже не получится, надо изменять радикально. Только не без плана какого-то. Только, когда ты четко понимаешь, зачем делаешь, почему делаешь. Если перераспределим средства и распределим их совершенно справедливо и открыто, чтобы каждый человек знал в электронном виде, чтобы это все было доступно куда и какая сумма направляется, просто одним перераспределением твоя пенсия, поверь, будет выше. Не берусь сейчас говорить на сколько, это сейчас было бы совершенно глупо рассуждать и давать глупые обещания, но что она станет выше – это однозначно. Позволь добавить, что в том числе электронный документооборот, которого сейчас скользко снулся – это вообще один из основных параметров предвыборной программы. Вообще корневой считаю даже параметр. Так что такие возвышенные слова на твоем примере могут превратиться в совершенно предметный разговор с совершенно четким результатом. Я уже 19 лет являюсь руководителем ассоциации детей и инвалидов, и очень многие вопросы, которые были в 2001 году, когда открыла ассоциацию, и до сих пор, по-моему, они тянутся. Эти маленькие зарплаты, пособия родителей не получают, только город по уходу за ребенком дает 600 рублей родителям. Больше ни один город не получает в Абхазии никаких пособий. Ну, родителей я имею в виду. Ну, доступная среда, мы немножко сейчас сказали, но опять хочу вернуться. Мне иногда кажется, что взрослые инвалиды как-то легче могут пробить себе дорогу, а вот наши дети остаются. Мы уже не говорим о лифтах, о пантусах в домах. Ну, на самом деле, мы, может быть, и не обращаемся, но даже если мы обращаемся, ну, разведение рук. Дети наши, ну, так скажем, что не учатся в общественных школах, а не для наших детей-садиков. Есть ли в программе что-то, что касается детей-инвалидов? Мы бы хотели бы, если это будет когда-то возможно, чтобы у нас и пенсии поднялись, чтобы наши уже подрастающие дети могли бы и в АГУ поступить? Какие-то социальные службы и работают с нашими детьми? Один из приоритетов в социальном блоке – это, конечно, систематизация данных, в первую очередь, детей, сколько пораженных, допустим, ДЦП. Мы до конца не знаем. Да, у нас нет никакого классификации никакого. Нет никакого реестра. Теперь, когда мы с вами говорим о низкой пенсии, о отсутствии внятной поддержки со стороны государства, как спланировать? Как спланировать затраты? Это серьезные документы в масштабах страны, это серьезные суммы. Если нет у нас внятного понимания, сколько – раз, два, три, четыре, пять человек или сколько. А счет идет на тысячу. Ты прекрасно знаешь лучше меня. Сейчас не хочу уточнять. В одном из районов, когда мы озвучивали примерно цифры, которые мы считали сами без официальной статистики, а официальная статистика основывается на зарегистрированных, на сознательных людях, которые пришли, записались. А потом примерно сверяли данные с роддомами, с поликлиниками. По обходу такому своеобразному вышло на порядок больше человек, и очень, так скажем, нелицеприятные цифры были. Правда, в том районе хоть детский центр инвалидный открылся, и сейчас идет создание взрослого центра. Хоть так смогли отреагировать. В этом районе и городе никогда не было подобных центров. Что касается теперь программы. Естественно, развитие, опять-таки, системного подхода. Что по взрослым людям, инвалидам, что по детям. Есть мнение, как это все переродить в внятные, понятные соглашения. Например, их можно решить частично и с помощью Российской Федерации. Какие-то специфические задачи можно решить с помощью международных организаций. Просто есть целые направления, которые можно спокойно развивать. Мы разработаем закон о социальной поддержке. Мы разработаем законы вообще об основах социальной защиты населения. И что он будет принят, оценен там финансово, принят. И будет при этом еще разработаны новые вообще, они отсутствуют, новые категории пенсионеров. И вообще механизмы истребования результатов. Финансировать одно, надо еще результат контролировать и получать. Ну да, результаты, конечно, у вас этого нету, да, к сожалению. В этом направлении, конечно, еще огромное поле работы. Но понимание главное есть того, что нужно делать. Просто сказать, да мы там денег отвалим на эти все проблемы и разберутся сами, это абсолютно не решение. Только при системном подходе, в четком, внятном учете, каждой категории наших несчастных и измученных в жизни людей можно будет рассчитывать на успех. Я вижу выход в первую очередь в системности. И наш кандидат, тем более это все в масштабах страны оценивая, у нас полное понимание, полную поддержку мы в наших социальных вопросах получили. Если позволите, еще одним социально значимым фактором является проблема демографии. На сегодняшний день есть проекты по, соответственно, выдаче жилья молодым семьям. Но очевидно, что этого недостаточно. Какие-то именно непосредственно проекты связаны со строительством жилья именно для молодых семей. Или, возможно же, трудоустройство. Это уже другая сторона, как говорится, медали. Какие именно проекты планируются именно для молодых в будущем ближайшем? Год назад, по-моему, даже больше не помню точно, мы обсуждали, где еще тогда выборы, мы обсуждали с Адгуром похожие темы. Он министр экономики. Для него важны цифры, именно планирование, четкое понимание, куда бы мы потратили. Мы сидели и считали, кстати, стоимость одной, допустим, девятиэтажки. Хорошо строительство заново, ремонт имеющийся. Ну, с мыслью, что вот можно распределить жилье и так далее. Суммы выходят, конечно, колоссальные. На одной встрече он меня все расспрашивал про наш проект. Вот лежит документация, отчет. Существуют и работают жилищные программы. Я вот этот отчет просто с ним не обсуждал, просто по времени еще не успели. Но на заседаниях Кабмина, после них, обсуждал практически с каждым министром, и вот по этим темам прошлись. Люди получают сегодня уже жилье в виде внятной очереди, прозрачное распределение, коллегиальные решения по каждому выделенному жилью. Вот в этих трех листиках столько труда и столько судеб лежит, что мы будем в итоге по этому итоговому отчету ходатайствовать перед главой государства о расширении этой... Вот только этой одной программы уже достаточно, чтобы в год порядка ста человек можно будет снабжать жильем. И почему я говорил сперва о строительстве? Для нас это не подъемные суммы, можно не тешить себя пустыми надеждами, что когда-то будут суммы тут понастроить новых домов. Живя в городе, в котором огромный, огромный вторичный рынок жилья, у нас нет столько населения, сколько вторичного жилья. Пошли по этому пути, сразу появился результат. Будущую работу можно уже строить на этом базисе. Что касается демографии, молодая семья – это вообще отдельное направление, прикрытое демографической политикой государства. И в этом плане не думаю, что здесь нужно особо как-то объяснять человеку, абхазцу, как важна демография, как важна поддержка молодой семьи. Совершенно очевидно. Ну, как и вот красная нить во всех моих ответах. Системный подход. Кто это, молодая семья? Объяснить надо населению внятно. Это определенного возраста люди. Или это просто после ЗАГСа первый год. Смешные, глупые вопросы, но это очень влияет на количество их, а соответственно на затраты. Мы, бедная страна, собственно говоря, каждый рубль должен быть на счету в идеале. Соответственные расходы должны жестко контролироваться. По совершенно понятному плану действий мы должны идти в каждой программе, что по инвалидам, взрослым, детям. То же самое и в решении демографических, в частности, жилищных программ. Ну, хочу сказать, что даже не придется что-то придумывать, выдумывать на ходу после выборов. Базис уже есть. Просто надо продолжить. И повторю то, что отвечал там Виолетте или Тимуру. Понимание совершенно полное есть. Доверие в этом плане полное есть. Человек видит, понимает, что происходит, как происходят механизмы, что эти существуют. В этом плане Адгур Амиранович нас порадовал, так скажем, и пониманием своим, и степенью, знаешь, оперативности, принятия. Давайте вот так, вот так, вот так. Достаточно эффективно поработали, так скажем, пообщались. Какие-то планы разработаны. Я сейчас говорю так просто об этом. Но это помимо того, что вошло, допустим, в его предвыборную программу. Молодой человек, ты, во-первых, придя с идеи, ты экономишь кучу времени и слов, потому что человек на лету улавливает самую суть вопроса, с которым ты пришел. В этом плане я уже так поделюсь, что мне комфортно прийти с чем-то, и не надо тратить полдня, доносить, рассчитывать, высчитывать. Все быстро и четко срабатывает. В Алхазе еще одна проблема, это проблема ДТП в Абхазии. За все послевоенное время, 26 лет уже, ситуация с ДТП не улучшается. Она, наоборот, усугубляется и ухудшается. В худшем случае это летальный исход, а в лучшем случае люди остаются с ограниченными возможностями. Врачи спасают их, а после дальнейшей реабилитации у нас с дальнейшей реабилитацией очень слабо все. И как бы хотел узнать, как может решиться проблема ДТП. Ну и, конечно же, это взаимосвязанная проблема с наркоманией. После консультации, так скажем, со сотрудниками ГАИ, МВД, наркодиспансера, Минздрава, есть совершенно внятный, четкий список оборудования специального. Есть аппаратура для определения опьянения по крови. Во-первых, она позволяет совершенно точно определить опьянение в последний временной отрезок. То есть это не в этот день, а достаточно длительный ретроспективный анализ. Строка расходов на его приобретение в этом году заложена наконец-то. Вот я сейчас про что говорю, а ты про ДТП. Но сейчас свяжу. Во-первых, каждое ДТП, ну, чаще всего, становится предметом судебных разбирателей частенько. Вот эта норма, подтвержденная вот этим аппаратом, это уже достаточно прочное основание, не вызывающее никаких сомнений. Это один момент. Еще, кстати, по постановлению 2015 года, пользуясь эфиром, скажу, что мы обязаны будем проверить всех госслужащих республики. То есть постановление принято, технических приемов для его выполнения не было. Вот в этом году, надеюсь, в ближайшее время этот вопрос решится. То есть еще один полезный момент. Что касается алкоголизма, просто проявить волю, твердость характера и неотвратимость наказания. Вот один из пунктов предвыборной программы. Два слова, неотвратимость наказания и куча проблем в этой стране решится. Но тогда это обязательно. И мы должны быть готовы тогда не осаждать отделы ГАИ, прокуратуры, судов, переживая за судьбу своего родственника, ну, осужденного или находящегося под следствием. Если мы все готовы, я не уверен, что мы все готовы. Но если или мы идем по этому пути, или у нас будущего нет. Что касается наркомании, я вернусь. Если есть аппарат теперь, аппаратура, то есть которая позволит определить, у нас же вопрос просто докажи еще, что он в наркотическом опьянении. Вопрос еще один снял. Неотвратимость наказания имеется в виду не посадить только виновника, а еще и чиновника наказать, кто не внес смету. Там забыл, не подписал. Вопрос ответственный. Банальная человеческая ответственность. Друзья мои, спасибо за сегодняшнюю беседу. Думаю, спустя время, в случае победы моего кандидата на выборы президента, спустя время, когда отчетный период, а мы и так все видимся, но увидимся и поговорим о сегодняшнем разговоре, вспомним, оценим результаты. Спасибо за участие. Субтитры создавал DimaTorzok